Дорогие друзья, темой сегодняшнего видеообзора будет топовая модель линейки Studio Defire R2700. Базовая, как она иначе называется. Внешняя упаковка собрана из очень плотного многослойного картона. Внутри есть декоративная упаковка, которая также многослойного картона. Это довольно здорово защищает эту акустическую систему при транспортировке. Тут мы имеем гарантийный талон, мануал, инструкцию пользователя, кабель 3,5 мм mini-JS на 2 RCI тюльпана, кабель 2 тюльпана на 2 тюльпана, пульт дистанционного управления, оптический кабель, две колоночки. Рассмотрим активную колонку в этом тесте. Ну вот перед нами уникальная в своем роде система. Трехполосная колонка с активным усилением каждой полосы, то есть низкочастотные, среднечастотные и выскочастотные динамики имеют собственный усилитель, а низкочастотные даже два объединенных мостовых схем. Усилители цифровые, то есть по-русски это ШИМ, широтная импульсная модуляция, по-английски PIDAL UEM. Это современный класс усилителей, они используются во многих профессиональных мониторах, характеризуются очень высоким КПД, то есть у них очень низкие нагревы, от этого радиатора на усилителях просто крохотные. Также они считаются, что достаточно прилично звучат. Среди них нет таких контрастов, которые были среди усилителей по старой традиционной технологии аналоговой техники. Эта колонка представляет собой корпус под инвертор, с портом выведен вперед, для настройки низкочастотного диапазона, который управляется басовым динамиком. Басовый динамик 6,5 дюймов, имеет мощность 32 ватта каждый, среднечастотный динамик на него подается 16 ватт, и на пищалочку маленькую 3,25 дюйма или 19 мм тоже подается 16 ватт. Для пищалки, честно сказать, это не востребованное количество мощности, но это зато говорит о том, что она имеет большой запас по перегрузочной способности. Сбоку есть элементы управления, это регулятор громкости, совмещенный с переключателем входов, и регуляторы тембра высоких и низких частот с фиксатором средней точки. Сзади колонки мы можем видеть гнезда подключения аналоговых источников сигнала, две пары оптика, оптический кабель и коаксиал SPDI. Также здесь имеется кабель для подключения пассивной колонки. Кабель сложный, пятиконтактный, это нужно для того, чтобы каждому динамику подать конкретно свой сигнал. Многие говорят, что лучше бы Edifier оставил множество контактов, чтобы пользователь сам соединял один с другим с пассивной колонкой. Но, дорогие мои, перепутать здесь может и квалифицированный специалист, а человек, который не озабочен особо этими техническими подробностями, уже вовсе как пальцем в небо угадать все эти пять кабелей. Поэтому это достаточно качественное решение, то есть это решение абсолютно, оно не допускает ошибки, оно не дает шанса пользователю совершить ошибку при соединении. Но за это нужно платить тем, что кабель этот имеет граничную длину, кстати, 2,8 метра, чуть больше даже. Кабель довольно хорошего качества, выполнен из толстеньких таких проводочков, ну, достаточного сечения, назовем это так, это около 0,5 миллиметра или 0,75, я сейчас уже точно не помню. Вот. Но этого достаточно, чтобы на такое расстояние обеспечить минимальное затухание сигнала при подаче их на пассивную колонку. Так как пассивных разделительных фильтров нет, то задача этого кабеля вообще упрощается. Также здесь есть выключатель питания и контакт для подключения, соки для подключения сетевого кабеля. Давайте подключим это всё и послушаем звучание этой акустической системы. Вот так выглядит эта стереопара на столе. Колонки большие, но это того стоит, уверяю вас. Чем больше акустическая система, тем легче даётся низкочастотный диапазон, тем глубже и точнее прорабатывается он, и равно к нему стремятся качества воспроизведения средних частот и высоких. Итак, попробуем послушать что-нибудь. Звучит совершенно полноценно и глубоко. Звучит точно, акцентированно и детально. От уровня громкости сейчас вряд ли будет что-то зависеть, Однако, поверьте мне на слово, что у ограничений по громкости этих колонок нет. Я могу дать очень большой уровень сигнала, но при этом не будет заметно никаких использований. Мощь таки чувствуется в этих колонках, как хороший двигатель под капотом Lamborghini. Даже на малых уровнях громкости звучание полноценно. Прослушивается бас, каждая нота бас-гитары, если она есть, конечно. Это бас-гитара. Мы сейчас слушаем синтезированную музыку, достаточно сложную. И, в принципе, довольно высокого качества запись. По уровню детальности двухполоски трудно сравниться с этой системой, Потому что у неё, у этой системы Edifier, специально для увеличения, собственно, уровня детальности, Существует среднечастотный динамик, введен схем. Я бы мог рассказать историю появления этой акустической системы, Но, думаю, что пользователям это не имеет особого значения, но, главное, как результат. А результат получается таким, что по уровню детальности, По полноценности воспроизведения всех регистров, Этой системе я не знаю равных на рынке. Она очень хороша. Если вы знаете, в нашем канале есть ТВИК этой акустической системы, Добавлен высокочастотный динамик Foontech ленточник, Который расширяет диапазон воспроизведенных частот до 40 кГц. Ну, это уже излишество. Тот динамик используется в очень серьёзной Hi-Fi и Hi-End технике. А для мультимедиа достаточно вполне того, что есть здесь. Если бы можно было хоть немного увеличить качество этой акустической системы, Или хоть немного понизить цену этой системы при сохранении имеющегося качества, Я уверяю вас, Edifier бы это сделал. Вы можете найти обзор фабрики Edifier, Её конструкторов, её ресурсов, Её лаборатории в интернете, На сайтах локальных дистрибьюторов. Они есть, эти обзоры. Просто чтобы понимать, откуда взялись эти колонки, Они не нашлись просто так на просторах Китая. Они выстраданы десятилетиями, Рассчитаны, взрослые, я бы сказал, и созданы На базе огромного опыта, Очень опытных конструкторов, Ведущих всемирно известных компаний. Итак, о звучании мы послушали. Теперь предлагаю рассмотреть, Как же всё-таки достигнуто качество С содержимым этой акустической системы. В своих обзорах я часто вскрываю Операционную систему, показываю пользователям их содержимое. Я предлагаю это сделать и сейчас, Но только я покажу вам не блок усилителя, А как крепятся динамики и что скрывается за ними. Вот, наконец, удалось достать динамик, Что оказалось непросто. Он очень плотно сидит в пазу. Заделан очень хорошо. Без всяких клеев и так далее. Просто на винтах, но подогнано здесь всё очень жёстко и классно. Вот, посмотрите, это синтопон. А внутри видна электроника. Электроника. Сам динамик, можно сказать, уникальный. В чём же его уникальность, я вам объясню. Все вот эти изгибы, которые вы видите, тщательно просчитаны. На аппаратуре, которая специально создана. Называется комплекс Клипель. Здесь, под лазерным лучом находится динамик, на который подаётся тестовый сигнал. Он колеблется, а на экране подключённого компьютера рисуется диффузор, все его части. И в динамике просматривается, как диффузор реагирует на сигналы, синусоидальные или музыкальные сигналы. В том месте, где недостаточно он жёсткий, добавляют жёсткости. Где недостаточно тяжёлый, добавляют вес. Другими словами, вот этот вот диффузор, в принципе, дешёвых мультимедийных, недорогих, по крайней мере, мультимедийных колонках, сделан совершенно оптимально в пределах данной технологии и данного ценового диапазона. Не отнять, не убавить. Его невозможно улучшить, его можно только исказить каким-то образом. Но это искажение разбалансирует хрупкий баланс, который сейчас есть в этой акустической системе. И который, собственно, так ценен. Сам диффузор составной. Здесь вот на экране вы можете его увидеть. Он очень сделан из композитного материала, напылением, пенополиуретан, ещё какие-то компоненты. Я, к сожалению, не очень хорошо в этом понимаю, но я не технолог. Но это, вероятнее всего, бумажная основа. На ощупь тактильная и по всем признакам это бумага всё-таки. По мере импеданс этой системы мы можем увидеть, что порт фазоинвертора настроен на частоту 50 Гц. Среднечастотный динамик имеет резонанс на 200 Гц, высокочастотный на 1,5 кГц. Система довольно сбалансирована. Если посмотреть на её график АЧХ, то она копает достаточно глубоко за счёт хорошо настроенного, низко настроенного порта. То есть от неё можно ожидать и 45 Гц, и ниже. Даже ниже 40 Гц. Достаточно разборчивая отдача. То есть плюс-минус 6 дБ, тут вполне вписывается и 35 Гц тоже. В целом, среднечастотный диапазон прописан лучше всего. То есть голосовые партии, всё, что связано с детальностью, точностью передачи, здесь будет звучать невероятно классно. Это очень хорошая акустическая система. Именно благодаря разделению функций, то есть басы басам, басовому динамику, голосовой диапазон среднечастотному динамику, специализированному, также разработанному именно для этой цели. Ну и пищалочка 3,25 дюйма, имеет достаточно широкую диаграмму направленности, обычно больше, чем у 1-дюймовых пищалок, и тоже достаточно уверенно работает. Чувствительность её не имеет значения, поскольку здесь триампинг, то есть активное усиление по полосам, то есть коэффициентом усиления усилителя, всегда можно было бы накрутить любую чувствительность для каждого динамика в отдельности. То есть у конструктора не были ограничены необходимостью подбирать динамики по чувствительности. Они подбирали именно так, как надо, так, чтобы закрыть полосу. И вот эти полосы вы видите, предположительно до 300 Гц на басовый динамик, от 300 до 2500, 2500, среднечастотный динамик, и пищалка занимает весь верх. Посмотрим схему этой акустической системы. Как я говорил, схема с широтно-импульсной модуляцией, то есть в народе называют это цифровыми усилителями. Конечные усилители это TAS 5342A. В каждом этом корпусе содержится четыре усилительных каскада. На басовой динамике работают по два из них, включенных мостом. На среднечастотные по одному, так называемый SE-режим. И на твиттере тоже SE-режим. Таким образом два таких корпуса закрывают вопрос усиления в этой системе. Аудиопроцессор специализированный TAS 5508C. Вы видите, к нему подключаются все цепи, которыми он управляет. Усилителем, звучанием, тембром, разделением, фильтром. Тем не менее, этим устройством, аудиопроцессором, управляет процессор общего назначения, контроллер STM. Вот входные цепи, цифровые цепи подключаются. Это не так важно. Нужно отметить, что в отличие от модели R2730DB, в которой применен импульсный блок питания, здесь применен традиционный блок питания. Это больше, возможно, понравится аудиофилам, не доверяющим импульсным блокам питания. Но, так или иначе, здесь стоит обычный понижающий трансформатор. Вот он, который имеет две выходные обмотки 20 вольт и 12 вольт, к которым подключается целый рой стабилизаторов. Их довольно много. Тут в схеме требуется много питающих напряжений самого разного, самой разной величины. Всем этим занята целая схема стабилизации. То есть, в этой системе все продумано, все просчитано и собрано, опять же, оптимально. То есть, ни отнять, ни добавить. Этим, собственно, система и цена. Это как завершенный продукт, который можно улучшать, например, добавлением пищалки ленточной или импульсного блока питания. Даже не знаю еще чем. Потому что, если поставить вместо басового динамика какой-то супер-пупер хай-энд динамик, то все остальное не будет ему, видимо, соответствовать. Но когда они стоят все, разработанные специально для этой конструкции, одного ценового диапазона, одного концепта и одной лаборатории, они представляют из себя очень цельный, классный акустический продукт. На этом позвольте закончить мой обзор. Увидимся в следующих. А пока предлагаю послушать немного музыки в исполнении этой акустической системы. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok